Это что за ужас? Ты что, туда пальцем мочил в этой воде? Надеюсь, ты не трогал воду? Боже, как же воняет! Что это за вещество? Похоже на холодец? Это вода из колодца. Что это? Вот такие дела. Это вода из колодца Рэя Кэмпбелла в городе Диммок. На улице, где он живет, была сделана одна из самых первых скважин. Эту воду набрали в декабре прошлого года. Сейчас ситуация значительно ухудшилась. Сейчас от воды пахнет, как от сдохшего скунса. И она намного плотнее, темнее и пузырится. Из нашего колодца начал под давлением выходить газ. Газ вырывался из воды мощными рывками. Уже почти 10 лет Соединенные Штаты сотрясает сланцевая лихорадка. На углеводородах исландцев нефтегазовые гиганты и биржевые спекулянты зарабатывают более 20 миллиардов долларов в год. Расплачиваются за это миллионы простых американцев. Добычу сланцевого газа методом гидроразрыва специалисты приравнивают к экологическому терроризму. Мы же раньше пили воду из-под крана. Теперь на поверхности воды маслянистая пленка. Она имеет резкий запах, похожий на запах дизеля или какого-то масла. Это ожоги у меня на руках. Я заработал, когда на руки попали брызги воды с химикатами, когда я работал. Таскал воду, вода проливалась. Это все из-за едких химикатов. Следы у меня на лице. Это тоже из-за химикатов. Из-за того, что я дышал, есть еще следы на ногах и все такое прочее, что возникает в результате контакта с химикатами. Видите, вот здесь. Это все от того, что вы стоите в лужах химикатов. Ноги промокают, а вы стоите. У людей начинается головокружение, когда они принимают душ под этой водой. У других начинаются сильные кровотечения, а также нас повсюду окружают насосные станции. Они стоят каждые 2-4 мили. У людей серьезные проблемы с дыханием. Нас подвергает воздействие тон токсинов. Это откровенная конвертация воды в сланец. Здесь производится наша еда, наше молоко и мясо. Нужно протестировать, но их не тестируют. Народ был здоров, но после того, как начали бурить скважины, начались серьезные болезни. Редко возросло число сердечных приступов, потому что в воде содержится барий, он пагубно влияет на сердце. У нас были случаи рака. Были люди, которые заработали рак, дошло до терминальной стадии. И это повсюду. Я пытался сделать все, чтобы этого не случилось в колодце на моем участке. Но к моему глубокому сожалению, 8 недель назад моя вода внезапно приобрела металлический привкус. И у меня начались кровотечения из носа. В течение двух недель у меня шла кровь в носу. По полчаса у меня текла кровь. Приходилось нож зажимать. Нам грозит пандемия заболеваний, связанных с эндокринными нарушениями. Аутизм и нарушения внимания. Рак яичка. Эндометриоз. Все это заболевания, вызванные ослаблением эндокринной системы. А теперь попросите своих детей, пусть они вам откроют интернет. И прочтите, что подписала эта власть для нас с вами. Харьковская область. Донецкая, Ивано-Франковская, Львовская и Черноморский шейф. Харьковская область. Добыча сланцевого газа. Отдается пожизненно американским компаниям. Где 15% неизвестным трем людям прописанным в спальном районе Киева. Так вот, прочтите, что вас ожидает. Американцы выгнали эти американские компании со своей страны. Почему? Там, где добывается сланцевый газ, полностью исчезает питьевая вода. Умирает все живое. Дикие, домашние животные. Люди бросают жилье и бизнес и бегут с этих территорий. Это они уже вам подписали. Тогда вопрос заключается. О каких экономических программах мне сегодня говорить? Вы думаете, я не знаю, как сделать, чтобы были рабочие места? Мы всей командой знаем это. Только никому это не надо. Нас с вами, в их видении, нет. Они нас не любят. И для того, чтобы спасти страну, каждый поднимитесь и скажите, я не позволю. Я не хочу, чтобы они это сделали с моей страной. Я не хочу, чтобы они делали могильники под Киевом. Но и вашей области уже нет. В их планах уже нет. Что это за вещество? Похоже на холодец? Это вода из колодца. Что это? Вот такие дела. Это вода из колодца Рэя Кэмпбелла в городе Димок. На улице, где он живет, была сделана одна из самых первых скважин. Эту воду набрали в декабре прошлого года. Сейчас ситуация значительно ухудшилась. Сейчас от воды пахнет, как от вздохшего скунца. И она намного плотнее, темнее, как пузырится. Видите, вот здесь. Это все от того, что вы стоите в лужах химикатов. Ноги промокают, а вы стоите. И у меня начались кровотечения из носа. В течение двух недель у меня шла кровь в носу. По полчаса у меня оттекла кровь. Приходилось нож зажимать. Нам грозит пандемия заболеваний, связанных с эндокринными нарушениями. Аутизм, нарушение внимания, рак яичка, эндометриоз. Все это заболевания, вызванные ослаблением эндокринной системы. Продолжение следует...